Андрею Савостину 26 лет. Еще в школе молодой человек решил связать свой путь с медициной. Сейчас он работает неврологом и активно занимается научной деятельностью. В числе достижений молодого ученого успешные медицинские проекты. Республиканский конкурс 100 идей для Беларуси достойно оценил инициативы Андрея. В этом году был представлен проект по разработке программного обеспечения для лечения хронических болевых синдромов при болях в спине. Проект был представлен на конкурсе 100 идей для Беларуси, был представлен на городском, областном и вышел на республиканский этап. Суть проекта заключается в создании программного обеспечения, в котором при использовании всех мировых шкал рекомендаций будет улучшена диагностика пациента с болевым синдромом и даны индивидуальные рекомендации для каждого пациента. Жизнь у Андрея насыщенная. Как ему удается все успевать, загадка даже для самых близких. Участник республиканского этапа конкурса студент года 2014, многочисленных проектов и акций, делегат пятого Всебелорусского народного собрания. Все это не просто времяпрепровождение, это стиль жизни и даже личная позиция. В разговоре подчеркивает, без поддержки государства достичь желанных целей было бы куда сложнее. Обучаясь в аспирантуре, всегда важна поддержка государства, потому что для науки всегда нужно финансирование. Всегда есть инновационные фонды, которые выдают гранты. Всегда при активной работе государство поддерживает какими-то премиями, стипендиями. Есть спецфонд президента. Обучаюсь в университете, у меня было три премии спецфонда президента. Это была хорошая поддержка в плане денежного и в плане морального стимула, что ты делаешь то, что интересно людям, то, что государству необходимо. Свежие конструктивные идеи – то самое топливо, благодаря которому общество стремительно идет вперед. Вдохновить молодежь на креатив и постоянное развитие – важнейшая задача Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Союз молодежи очень активно поддерживает проекты, идеи, инициативы, которые рождаются в молодежной среде. И хочется сказать, что в первую очередь востребованы те, которые решают конкретные проблемы на местах. Это и благоустройство территорий, это и создание мест для отдыха и организации досуга молодежи, это и трудоустройство ребят свободное от учебы времени и многие-многие другие. Так на нашем счету только в ходе проекта «100 идей», который у нас уже не первый год реализуется, порядка 10 реализованных проектов у нас на территории Гомельской области. И три проекта за историю «100 идей» стали победителями уже в финале этого проекта. В Союзе молодежи подчеркивают – поддержат любую конструктивную инициативу, независимо от сферы ее применения. На стадии разработки сейчас и идеи секретаря первички БРСМ университета имени Франциска Скорины. Алине Бородулиной – 21. Будущий психолог решила создать проект по объединению бойцов студотрядов. Я планирую в университете Скорины создать проект, что касается сближения студенческих отрядов. Этого очень сильно не хватает в Гомеле. И как раз-таки я заканчиваю психологический факультет, что позволит мне это воплотить. Я могу создавать мастер-классы для студентов, буду их приглашать, я буду в качестве эксперта, либо мои лидеры. Опыт работы с молодежью показывает – ребята искренне хотят быть полезными. БРСМ ценит их рвение. Союз молодежи поощряет и заботится о каждом, кто желает проявить себя. Радует то, что все-таки молодежь сохранила ту тенденцию активности, и при этом ставится, наверное, во главу всего, какой же вклад я могу внести. Конечно же, мы стараемся поощрять эти инициативы. Это в первую очередь продвижение их как на областном, так и на республиканском уровне. Ну и, конечно же, всех наших ребят, будем говорить так, они у нас все, ну, в своего рода такой базе талантливой молодежи. Мы их помним, видим, знаем. Представители поколения «Некст» разные. У всех свои увлечения, взгляды, планы на жизнь. Но одно обстоятельство уж точно объединяет молодежь. При желании и напористости каждый из них может добиться практически любой поставленной цели. Герой нашего сюжета тому подтверждение. Николай Скинтиян, Валерий Гопанько. Новости недели. Новости недели. Новости недели.